5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови Популярно мнение, что продукты, помогающие контролировать содержание холестерина в крови, могут позволить себе только обеспеченные люди. Это миф, поскольку пользу приносит не только авокадо и оливковое масло. Список продуктов, снижающих уровень холестерина. Овсяная крупа Каша из овсяной крупы, только не завариваемая кипятком, а приготовленная традиционным способом, источник различных полезных веществ, а также клетчатки, которая не позволяет холестерину оседать на стенках сосудов и образовывать бляшки. Желательно есть овсяную кашу хотя бы раз в неделю. Чтобы она не приедалась, можно чередовать ее с кашей из ячменной крупы или использовать отруби. Фасоль, соя, горох В фасоли, соя и горохе содержатся стерины и станолы, которые снижают уровень холестерина. Бобовые являются источником растительного белка, однако их рекомендуется есть с небольшим количеством мяса. Нельзя употреблять только один вид бобовых, их следует чередовать, поскольку каждый из данных продуктов, особенно соя, имеет свои противопоказания. Растительное масло Хорошую репутацию имеют исключительно оливковое и льняное масло, поэтому мало кто знает, что снижать уровень плохого холестерина способны почти все растительные масла. Подсолнечное, рапсовое и т.д. При условии, что они нерафинированные. Для достижения полезного эффекта достаточно использовать 2 столовые ложки масла. При этом важен способ использования, жарка не подойдет. Зато масло можно добавлять в салаты и тушеные блюда, готовить на нем маринады. Овощи борщевого набора Морковь, свекла, лук и чеснок содержат пектин, он обволакивает холестерин и избавляет от него организм. Также богаты пектином сезонные овощи, перец, баклажаны, тыквы и к большой радости всех дачников, кабачки. В день можно и нужно употреблять 5 порций перечисленных овощей, чеснок же следует ограничить 4 зубчиками. Тех, кто любит пострее, порадует известие о том, что жгучие приправы такие как черный перец, имбирь, корица, тоже способствуют выводу из организма плохого холестерина. Чай. В отличие от кофе, в чае содержатся влаваноиды, помогающие вывести холестерин из организма. Кроме того, можно использовать боярышник, добавлять его в чай, компоты и другие напитки. Аптечная настойка боярышника тоже может помочь справиться с излишками холестерина, но необходимо помнить, что применение лекарственных средств требует консультации специалиста. Полезно в целях снижения холестерина употреблять брокколи, авокадо, яблоки и орехи, грецкие, маньчжурские, кедровые, миндали, арахис и т.д. Орехи не должны быть солеными, сладкими или обжаренными. Допускается только немного подсушить их перед употреблением. Помимо контроля за соотношением полезных и вредных продуктов, поступающих в организм, следует отказаться от курения и алкоголя, а также проявлять двигательную активность. Все это поможет сохранить сосуды здоровыми и снизить негативные последствия употребления вредного холестерина. Питайтесь правильно и будете здоровы!